привет не я вроде бы все починил я надеюсь короче у меня сейчас творится такой ад это просто не передать словами его вообще не передать словами но по ходу стрима я попытаюсь рассказывать что тут происходит короче тут же полный у меня переезд полная перестановка в комнате и мой старый стул он полностью накрылся короче сижу я сейчас на какой-то непонятной табуретки которую я нашел единственное что я нашел боже короче очень очень странные вещи сейчас происходят вот и все это очень неудобно но я обещал в среду стрим поэтому у нас среду есть стрим так что все ок привет всем ребят привет 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 и да она знаете чего ждет нас ждет а вот это именно вот это нас сейчас ждет шпинат проверочка спасибо спасибо надо ты же на прошлом стриме просил эту штуку спасибо огромное все работает это я не сломал и там на лбу у меня кстати написано лох потому что я умудрился прямо самом начале стрима все сломать и я долго не мог понять вы же как она чиниться то вот вот ребят наша прелесть ну давайте чатик кто ее выбил как она вам это крио саппорт и я думаю так как у меня нет ни одного по сути саппорта вообще я очень хочу ее покрутить у меня же вообще нет саппорта в не бафе равно нормальных прокачанных не до баферов у меня только дэшки и типа все с этим живем поэтому давайте будем сюда инвестировать почему бы и нет а вдруг а так я буду блэйда выбивается ну блэйд кстати хороший выбор я ничуть не пожалел что его выбил так ребят у нас с первой десятки выпала наша прелесть я правда не помню как ее зовут но она прелесть и теперь она наша ладно поехали дальше я крутил выбил 4 силой одну жуани мэй и сигну play что вот мне еще говорят что я крайне везучий но что-то работает похоже не так так ладно но и последняя десятка пожалуй поехали я думаю за ивентики до гаранта я в любом случае добью мне осталось 30 круто к 10 дадут плюс ну 20 я уж как-нибудь на собираю а вот это прям точно ладно 2 тоже сойдет тару кто у нас удачливый феликс однозначно так это насколько я помню если я правильно помню это у нас до дашка вот и нам как бы но я не знаю насколько нужно визуально для коллекции она нам нужно а вот а так в плане геймплея и я бы наверное не сказал чтобы я ей пользовался так поехали и сегодня мы с большой долей вероятности пойдем проходить новую сюжетку ну а что нам остается то потом обязательно ребят я очень долго когда еще только узнал о анонсе этого ивента я его очень 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 сильно ждал вы посмотрите на эту прелесть вы посмотрите на эту милоту я аргентий за 90 выпил бренд я аргентий хотел потом увидел мэй и аргентий перехотел вот я решил что лучше будут сюда инвестировать круточки а вот ладно давайте будем стараться пройти сюжетку чтобы потом в один прекрасный момент тестовые забеги потрогал не еще ну оставим это на потом да все уже потрогали я плюс-минус знаю что она делает а время у нас сегодня ограничено потому что как бы стрим немножко поздний поэтому погнали тыкать сюжетку ага хорошие новости на жуани мэй прибыла на станцию заценил бы и сидел облизывался потому что ее у меня сейчас нет не я короче тестовый забег пройду когда я ее выбью вот так жуани мэй кстати если я правильно помню нам ведь вообще по сюжет нам говорили вообще упоминали что-нибудь о жуани мэй я просто ничего такого не помню поэтому жуани мэй ну член общества гения в номер 81 а жуани мэй я позвала ее и скорее улуман хочу обсудить кое-какие важные вопросы возвращайся как особо освободишься и познакомишься с ней так она будет знать кто тестирует версту виртуальную вселенную веди себя с ней вежливо не часто выпадает шанс ее встретить она отлично описала ни хрена не понятно ну член гения общества гения в номер 81 не так это понятно но такая себе инфа скажу я вам ладно поехали да и жуани мэй вроде знакомое имя вроде и нет заглы я сегодня с геймпада и до нового года я похоже буду с геймпада потому что как бы странно это не звучало да типа на этом седалища по-другому его не назвать их не могу дотягиваться нормально до клавы и мышки вот поэтому и сижу с геймпада а хотя в х серии это наверное даже удобнее вот в геншине я бы наверное пострадал на геймпаде хотя с геймпаду начинал вот так что возможно привыкну она работает вместе с герд и япон так она мы ее по-прежнему еще не показывают ладно я думала гений номер четыре полика как каком он избавилась почти от всех своих коллег надеяться было ни на что а гляньте кто пришел подождите почему хср такой тихий вам так не кажется подождите а что да нет сто процентов ладно после этого диалога надо пойти в настройки посмотреть что там потому что какой-то он очень тихий прям а вот этой химия прям очень тихий сегодня здесь прям оживленно конечно все таки это совет трех гениев хотя я в настройках после прошлого стрима вообще ничего не трогал на вопрос в другом а что мы делали на прошлом стриме это особенное событие а все отделы готовятся принять видных гостей из общества гениев меня слышно хорошо что странно я себя настраивал я сделал так чтобы я был громче многие просили у меня ничего не получалось я сегодня запарился она получилась на водку и как на прошлом стриме был элдон у хср то я там не трогал вот госпожа жива не мои мне нравятся пышные приемы и приветственные на столпотворение она бы тоже не оценила поэтому я попросила исследователей ограничиться малым пару дней назад я показывала ей портреты членов общества гениев но я хотела попросить исследователей написать такой же и для нее но она отвергла предложение может на строке у бс какие-то которые фср другие да нет как раз таки а нож прям у меня его тихо слышно я просто смотрю по графику и вижу что чуть как-то не тонну после диалога пойдем посмотрим не понимаю ну и ладно главное чтобы она была довольна я угарну если при подключении геймпада она как бы подтаскивает громкость самой игры которая была настроена раньше когда ты играл на геймпаде вот это ор конечно будет я слышала что госпожи а ним и нравится выпечка поэтому просила исследователей приготовить традиционные десерты синевы мне кажется угощение пришлось и и по вкусу я кстати в пачно у тебя тоже читал что-то о синеве но так и не вкурил особо что за синева так она прям великая да вот это ваша жива не мои вот и еще спроси великая ли герта ответ очевиден если речь идет о росте то да жуань мэй настоящий ученый говорят однажды она улетела отдыхать на одну пустынную планету на после ее возвращения местная экология зацвела бурным цветом она просто хотела найти незаселенную планету для экспериментирования со своей спиралью жизни жуань и очень талантлива однако почти ни с кем не общается живет как отшельник а жаль ой кстати трейлер был у нее очень красивый особенно с вот этой спиралью жизни ну ладно разве обязательно все разъяснять тому кто достаточно умен чтобы стать коллегой герты поспешить имя может и найдешь ее так идею искать но точно не знаю но она особо не расхаживает обычно она проводит свое время между главной контрольной зоной и перроном а может там не стоит начать поиски он так пустите в настройке главное просто пустите меня в настройке а готова говори что тот что за спам опять ты меня знаешь что пригласил получил ультрофа у боже это мне знакомо чё а подробнее в смысле чё подробнее только никому не говорите жуань мои приедет на станцию такая она уже здесь а слухи на еще распространяются медленно да ты просто не что но мы все еще готовимся приветственной церемонии жуань мои неблагодарная говорят что говорят она одиночка даже среди гениев так что мы зря старались раньше сказать нельзя было герта тоже сквозь пальцы на все смотрит вот так и относятся к знаменитостям да я думаю стоит бросать работу пашешь тут пашешь и вот вся благодарность да дело говоришь не говорят у госпожи жуань мэй и характер так себя да ладно будто есть гений с нормальным характером поддерживаю ну скрюлом например ладно соглашусь як я вот с ним еще не знаком но его почему-то хвалят ладно а можно мне в настройке так поехали на это будет забавно если громкость игры просто съехала забавно какого хрена ну ладно но сейчас должно быть получше слышно и музыку и все такое кстати возможно они блин возможно они просто в обнове пофиксили было обнова 1 5 и внезапно хср стал очень громким и меня там почти не слышно было возможно и я выкручивал громкость игры на пятерку в этой обнове они вроде как что-то пофиксили и пришлось выкручивать обратно на семерку так ребят ну как по громкости сейчас должно быть в принципе получше ну я точно лучше слышу так подождите а да все рядом с пероном кто-то стоит неужели это но кто-то вот по той части что я вижу я могу заверить что дам скорее всего это стоит именно она так ребят ребят чего по громкости игры как она получше громче тише сделать потому что в один прекрасный момент я могу влипнуть в диалог и из которого меня уже но никто не отпустят очень долго диалог нужен так был же он же был хочу началось то один просто потрогали друг друга здравствуй надеюсь не напугала какая милашечка ну как ребят получше стало ну надеюсь да ладно если что после диалога еще там подкрут все еще тихо ладно подкрутим пон короче нужно возвращать десятку как было да и все просто громкость боев выставить намного тише вот и будет нормально громкость боев на 7 общую громкость на 10 вот спина отваливаться отваливается от этой седалищные штуки короче я вчера стол собирал и моей спине и коленям такая жопа просто не передать словами а сегодня я еще тут заканчивал уборку сегодня я еще себя немного добил на потом когда закончил я понял что устал и хочу спать я лег еще полтора часа поспал по будильнику проснулся чтобы постримить и короче когда я поспал я понял что я когда спал устал еще больше чем до того как я лег спать короче ребят классика блин но она прекрасна она еще узнаете приветствует людей по-своему она подошла потрогала но точнее они друг друга потрогали а вот ты говорил что стол мастера собирать будут никогда я такого не говорил но только если я себя в виду имел я не настолько богат и не настолько криворук чтобы заказывать сборку мебели я как бы по этим проблем нет я-то собрать могу что угодно но время в том чтобы выжить потом а вот я же он всю мебель сам собираю правда я потом пару дней погибаю но это уже отдельная история такова моя рабочая привычка прикосновение к живому организму помогает мне обострить восприятие и считать его бил биологические данные понять как он устроен понятно химия для нее не подруга просто живой организм это основа деконструкции и реконструкции впрочем не бойся твое здоровье в полном порядке даже сказала бы в безупречном идеальный образец для экспериментов мне такие нравятся а вот мы и я так то чувство ребят когда я работаю на опережение у тебя в уголке рта остался кусочек торта можно выхит верить а правда его правда не видно и никто его не видит но он там есть местные пейзажи совсем меня очаровали любование местными пейзажами да еще и под тортик что может быть лучше я редко посещаю станцию и только сегодня осознала какие просторные и безмятежные виды посчастливилось наблюдать ее обитателям на ней отлично сочетаются сочетаются со сладким ароматом ароматом листьев лотоса цветущей сливой клейким рисом и сахарной глазурью на больше больше разговора еде а подойди-ка взгляни на прямо под нами голубая планета полная жизни кстати десерт очень вкусный а вот угощайся она уже вкусняшками задабривает новый нори я так сегодня перебивался какими-то бутерами так что после стрима надо будет налететь на холодильник поискать там что-нибудь да конечно попробуем она уже вкусняшками задабривает там говорили что у нее характер скверный это где простите на вкусные десерта напоминают распуть распустившиеся бутоны если съедать этот десерт маленькими кусочками во рту надолго остается цветочная сладость это кому-то вам показалось что у нее скверный характер надеюсь на тебя тоже понравится как будто есть вариант а у-ка они даже она даже со звуком ела так вкусно ну что думаешь конечно же я могу приготовить еще она сама готовила а для меня стала своеобразной традиции привозить клубничную выпечку когда я встречаюсь с на стивеном лойдом окажется ради нее он готов явиться в любое время это еще и ее собственная выпечка невероятный десерт на 10 граммов рафинада один высушенный и засоренный цветок сливы кулинария особенно выпечка напоминает взращивание вселенной важно контролировать тепло планировать все до мелочей и сохранять спокойствие чтобы не случилось почему квас только начался все разговоры только о еде сожалению на станции слишком шумно на это мешает наслаждаться десертом хотя милашки не ребята это мы крутим на этом и точно крутим химия помнишь чему посвящено мое исследование а не помню а вот мое исследование посвящено туалетным анекдотом я не глянул какое дело какой вариант диалога я жмякнул но там и правда было написано что-то про туалетные анекдоты серьезно ок просто пон а что происходит что я вообще несу и почему так много диалогов от тебя химия да что-то не так и ясно милое хобби но если ты так думаешь что ладно и все же помни и если подобное случится вновь постарайся скрыть свои мысли до тех пор пока не изучишь обстановку в противном случае подожди смысле что вообще произошло ты явишь окружающим все свои слабости так подождите это и правда ее хобби это правда хобби химия и она его выдала давай еще раз и такими о чем еще ты хочешь спросить давай фельдк но это был вкусный десерт еще хочу он она ним спасибо за сапку для нере а вовсе а теперь у нере есть котики спасибо а дайте еще десерт короче чем-то ее накормили и и просто чем-то накормили что-то в этом клубничном десерте ки было не так не так ли почему у меня не выходит сказать то что я хочу так вот видите она хотела сказать да мусорные там туалетные так что вижу он ты любишь поесть так и быть поделюсь рецептом так ты уже поделилась нет ты же уже поделилась пойдем со мной по пути поговорим после десерта прогулка самое полезное занятие особенно после твоего десерта странного да почему-то мне кажется все именно так а ведь говорили про характер а ведь да я начинаю понимать почему здесь становится все тише прямо как на подожди ты не так быстро так ну типа вон мы сделаем вот так это вообще должно быть как бы идеально прям как на безлюдной пустоши химия ты можешь представить мир в котором нет абсолютно никакой жизни вален подождите мне еще нужно чуточку чуточку в обоисе подкрутить она изначально было все вот так настроена во все ныри укатилась пон огромная бирюзовая звезда освещает ярким светом безбрежно белый простор а мы с мамой шли по безмятежным ледникам и искали какие-то признаки жизни на этой планете нам встретилась ладно прошу извинения кажется мои слова сбили тебя с толку прошу не принимай близко к сердцу я не желаю тебе зла а я не вмешиваюсь в твои языковые способности это было бы грубо а лишь внесла незначительную корректировку уточнение ты крыка река к корректировку внесла своим десерти ком или когда потрогала голосовые связки на вот это прям вопрос интересный но он ириана еще и сама же говорит сейчас тихо на нее максимально тихий голос несколько дней назад я сообщила герти о своей зайти заинтересованности в тебе я намереваюсь назначить тебя своим ассистентом исходя из нашего взаимодействия виртуальной вселенной а я твёрдо уверена что ты подойдешь на эту роль а я нет но я понимаю как трудно бывает заслужить доверия единственная ошибка в тщательном исследовании может привести к неурядицам на мне крайне неприятно на выпускать ситуацию из-под контроля кстати тору тебе бы вспомнить тот случай когда одна там очка на лову тебя тоже чем-то странным кормила ой да я и чай странный и дегустировал как-то на в дейликах очень долго поэтому я добавила в десерт сыворотку скрытия правда она тебе не навредит но отвечая на вопросы касающиеся меня ты не сможешь сказать то что на самом деле думаешь то есть у нас было до этого сыворотка правда а тут у нас внезапно появилась сыворотка скрытия правда считает м меры предосторожности его ради моего исследования и твоей личной безопасности как только ситуация будет улажена я дам тебе антидот она тетю на всю голову не милаха мне по-прежнему цуга нравится а вот а также я могу вручить тебе вознаграждение за помощью моем эксперименте я дам тебе все что пожелаешь гемов желаю ты мне не доверяешь и ты я недовольна тогда я вручу тебе еще больше наград и он тогда довольна тогда все по-честному прибыв на станцию я позаимствовала у герты фазовое пламя изобретение circle гения номер 29 мне хотелось ознакомиться с результатами которых дать которых достигли другие члены общества прилив творческих сил побудил меня начать на станции изучения зарождения жизни где зарождение жизни а где станция почему именно здесь как это вообще связано в моем видении эти формы жизни были бы гениями самого рождения и я планировала назвать их в честь лямбда члена общество гения в номер восемь короче их здесь минимум 81 а как нам запоминать всех этих членов общества гений авто вопрос я не знаю что пошло не так получившиеся создание разумны однако они и близко не стоят с гениями подождите ивент случайный ребят не не с этим связан это не те создания которые разумны но которые не стоят с гениями это вот не она котиков намутило часом а более того негативно отразился и мой вольный подход ходе утечки произошедшие несколько дней назад некоторые из этих малышей разбежались по всей станции да да ребят да да это она создала эту прелесть не но чувство прекрасного у есть она создала пуфики в виде котиков в виде обитателей станции вот я не хочу позволить герти или асти вмешиваться в это дело не потому надеюсь что ты сможешь помочь мне в возвращении моих созданий ага ладно а пока что исследователи им принимают этих существ за гостей станции а я хочу чтобы никто не догадался о моем отношении к ним так мы сможем избежать излишних волнений у меня тут вопросы эта миссия получается освоение переплетенная с ивентиком понял эту задачу я доверяю тебе как только все форму жизни будут пойманы просто подыщи им подходящее место исследователи из-за дела экологии в курсе дела и наверняка помогут тебя то есть мне нужно их отыскать и еще и куда-то пристроить ага чай из дрозера лучше чая налогом на микрософтик у нас раньше в дискорде даже был специальный чайный клуб посвященный тому самому чаю а вот я был руководителем кофейного клуба и к чайному никакого отношения не имел так что меня палками не тыкать если что я отбивался вообще как мог так поехать ой стоя почему мы не на нашей пупчета бегаем ладно я не заблудился он был бежавостно выпили на вместе с кофейным никогда не поздно все вернуть кофейный после победы на чайном распался до чего участок станции в котором хранятся опасные последствия эксперимента зачем вообще об этом спрашивать себя кто-то подослал чтобы выудить из меня информацию я сегодня впервые за два года мандаринку попробовал 100 новогоднее настроение сразу плюс 100 я не преследую на станции никакой личной выгоды и я не знаю никаких тайных хранилищах и уж точно не продаю старье на редкие ценности и списанные диковины понятно так и запишем так и запишем до меня как бы джонни мои послала ты такой милый да я автограф она же говорила о любом на упоминание значит я ничего не смогу сказать о ней смотрите да дергей не объешьтесь я сейчас таком состоянии я съем мандаринку 2 и потом два года снова есть не буду украф тебя что на уме ты это пугаешь меня тебе подошла лучшая девушка во вселенной а ты а ты я не стану с тобой разговаривать если ты не скажешь зачем ты здесь ладно придется учет придумывать давайте топить до конца жены и просит вернуть сбежавшие экспериментальные образцы я не разберусь с беспорядком на станции ну то что идет значит ей правда больше не смогу сказать о ней но это было сразу очевидно это полагаю у тебя особые связи если ты уже в курсе на станции полный бардак все и так по уши в делах а тут откуда ни возьмись вылезла куча маленьких существ маленьких ребят но это важно миленьких так не надо тут лучшая девушка во вселенной это вэнси нет 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 максимум он номер два но если хочешь разобраться на заглядни в зону хранения тогда все и поймешь так ну что пойдем смотреть на этих пупсов так а что нам остается поехали блин я завидую тем кто сегодня уже успел потыкать и венчик познакомиться с этими пупсами я до последнего не мог прям вот так тихо прям до последнего блин их все еще не видно их все еще не видно здесь только людей кажется мы на месте кажется да а сырные пельмень лучше всех его харизма убийственно а позитивный настрой заразителем кто-то еще то сможет это оспорить хоть кто-то хоть кто-то ведь сырные пельмешки познакомиться пришлось все переустанавливать да наслышанная в этой истории я полностью поддерживаем вот сырные пельмешки они божественны просто такая какой у нас девиз во первых перестать возмущаться изменить подход и использовать изысканный сырный пельмень для остановки потока негативной энергии ребята можно как-то к ним вступить ну они тут поклоняются сырному пельменю вот так ну пельмешки до местного на тарелке и это если они ему поклоняются это явно большой сырный пельмень какой-то во вторых взбодриться а приготовиться к действию и встать на путь абсолютный убежит убежденности сырного пельменя я уже я уже наша кредо сырный пельмень лучше всех я с вами ребят я с вами а кто такой этот сырный пельмень но не знаю кто на ли я уже с вами да бедняга и не знаешь сырный пельмень главный фанат госпожи жуани жуани мэй он призывает нас любить и восхищаться госпожой жуани мэй я-то думал это настоящий сырный пельмень так а что насчет последователей скриллума говорили он как бы ничего такой я тебе так скажу последователи скриллума мыслят очень логично однако они просто дожидаются прихода механического аристократа а раз уж ты так интересуешься расскажу на как заслужить шанс встретиться с почтенным сырным пельменем ради этого придется постараться а вы не боитесь что с ним беда после этого случится тебе следует оставлять сердечки всюду где появлялась госпожа жуани мэй но если проявишь достаточную самодачу почетный сырный пельмень явит себя но я мог бы делать это как бы и без всего этого вот я после того как же он мой познакомился я могу и так там сердечки всюду оставлять ладно хорошо так прожить а что за спрей что да ладно да ладно нанесите граффити в указанной области в соответствии с различными требованиями переключение граффити распыляем нам же потом нам бы хорошо что это не экспресс иначе хорошо что это не экспресс ребят так что тут с управлением как она тут куда бы куда бы мне отправилась жуань мои вы можете нарисовать столько сердечек сколько душе угодно он я не рискну рисовать больше потому что мне потом это убирать используйте таинственный ритуал призыва попытайтесь создать жизнь что что же а что происходит от аниме он часто слушает космическое радио на во время исследований подождите скоро ли до меня дойдет что неважно не задавайте такие странные вопросы а вот не как некоторые из младших сотрудников от нее в восторге а мы постоянно ищем те самые волны которые ей бы понравились а может ты знаешь какая у нее любимая музыка я надеюсь я же не свернул сквест освоение и не пошел ивент проходить я я я надеюсь это все еще тот самый сюжетный класс ну я надеюсь что уже мы и любят слушать современных сказителей без понятия я слушаю только комедии значит я вообще не смогу ничего сказать о ней получается так и знала ты и сама напоминаешь комика он это было грубо если что это было очень грубо и знаешь что я добыл поговаривают это устаревшая версия форму лыжу аниме и для создания жизни так значит мы можем создать жизнь я кажется догадываюсь что он чего там нужно сделать состав 10 карата в уникальности одна тонна практике а 30 частиц звездотрясения и несколько капель ядовитого ликера госпожи юи центу по слухам она помогла создать говорящий стул но не вполне раздумные но какой был остряк а потом не его на разобрали и пустили на растопку и как тебе такое это же ждет мое старое кресло я еще и ногами его запинаю за ту боль которую он не причинил она причинила давай-ка попробуем первонаперво потребуется выбрать ингредиенты решимость купить две бутылки капокали одним махом стоит добавить что-нибудь еще только не переборщи так ладно давайте красоты добавим а теперь все смешаем погоди рецепте указано в процессе взращивание жизни жуани мэй принимает разные выражения лиц уголки губжу аниме подрагивают в этот момент нужно посмотри что у тебя получилось я какой вы вырастили копию живого молока со вкусом пяти орехов ребята у вас что-то другое получалось ну у вас же по-любому должно было получиться что-то друг блин там и правда орехи сверху не ну зато посмотрите как он выглядит классно у тебя был котик понятно не ну мне нравится как он выглядит блин да он классный я их в мне он прям очень-очень нравится так у меня есть предположение определенная а можно удалить граффити кстати можно я бы знаете еще хотя совсем удобно конечно да юб у меня появилась мысль а я кажется понял чем был подвох я понял в чем был подвох моя штука кстати красиво была моя штука была однозначно красиво так подожди так это ты есть они так нет и я ты это и есть сыр дождите это сырный пельмен нет это создание же анимая где сырный пельмен мы призвали нас кинули получается да так это не нуля какой и есть живое существо которое сделала жива не мои но надо говорила что они такие себе у меня получился сырный пельмень блин я бы тоже хотел сырный пельмень скрафтить она еще и гавкает странно но гавкает делен с вами из ниоткуда появляется исследователь вот он получается ну давай знакомиться пельмень встречайте великого сырного пельменя чего ты замерзаю чего замерла то а не понимаешь и речи почтенного сырного пельменя ничего для таких случаев мы специально подготовили маяк сенэстезии активировать маяк что я гений и не гениальнее всех гениев что так все-таки это и есть сырный пельмень ребят тогда хаваем если все так тогда хаваем а у него мой голос в смысле твой голос срочно деактивировать маяк срочно что происходит слишком уж рискованно я чувствую упор от исти в 16 будет достаточно чему-то я в этом уверен но еще и урчит сырный пельмень с огромным чесло и да не с орехами сырный пельмень госпожа жуй мы наконец признала мою уникальность считает ли меня господи госпожа посчитает ли меня госпожа жуй аниме шедевром едой госпожа жуй аниме пока не признала меня формой жизни соответствующие всем необходимым критериям но я буду работать над собой такой удивительный воодушевленный пельмень до до варенье всегда ощущает привязанность к своему создателю для вселенной вы лишь одна из многих но для меня вы есть вся вселенная госпожа жуй аниме короче прикиньте просто как трудно жуй аниме и жить потому что ее стал кирид брит сырный пельмень причем без всяких рофлов и это не какой-то чел с именем сырный пельмень это на самом деле и и преследует сырный пельмень который того ей восхищается и думает что жуй аниме и его мамочка расклад такой себе эта штука за мной бы долго не пробегала она бы просто побегала за мной до первой попавшейся кастрюли вот потом разговор был бы очень коротким очень коротким был бы разговор и ты да да ты хочешь что-нибудь сказать сырному пельменю ну хотя бы скажи готовы ли ты идти по его стопам а выйдет неловко если тебя по ошибке примут агента дымчатой бобовой пасты а у них тут какие-то сова и эти еду по стопам сырного пельмени желание мы тебя любить не станет нам так мы знаем что ажу аниме и мы ничего сказать не можем чего там будет бессердечный десерт поддерживаю поддерживаю ребят поддерживаю и этот взгляд не точно я ведь ничего не могу сказать ажуань мои да поняли мы поняли чеха может почтенные сырные пельмени им покрыт хрустящей корочкой глубоко внутри он невероятно неженый чувствителен и вкусен давайте признаем него еще и корочка хрустящая он за всех сил старается заслужить внимание госпожи жуань мои но она любит клубничные десерты они сырные пельмени в этом проблема видишь ли почтенный сырный пельмень всегда боролся с дымчатой бобовой пасты и за превосходство вкуса почтенный сырный пельмень твердо уверен в жизни следует быть оптимистом а я короче на себя к сегодняшнему стриму был готов ко всему ребят ко многому вы честно ко многому я думал вот котики там до ивент с котиками будет странным да то что происходит сейчас у нас тут это как бы я не знаю как это описать мне сложно что-то говорить учитывая то что я уже там говорил что я голодный они оба надеются заслужить признание госпожи жуань мои и ради этого усердно трудятся вот бы вот бы за мое внимание пельмени с этим с чем там с пастой и трудились вот бы ты просто ходишь и за тобой еда бегает и пытается заслужить твое внимание ребят я бы не отказался а тебе нравится вкус сырного пельменя конечно ведь среди нас нет ни одного последователя дымчатой бобовой пасты а пельмени ваш не боится в таком кругу находиться где всем нравится его вкус это еда будет грязной все кто пришел сюда развеять свои тревоги были обращены в нашу веру это правда секта от отрицания сырного пельменя они вознеслись до его почтения это называется насильственное изменение вкусов а я в искреннем недоумении несмотря на замечательное качество сырного пельменя госпожа жуань мои так его и не признала не видишь и видно что он жаждет ее любви брена есть уже где-нибудь мемчики где у них там свадьба где желание мои выходит замуж за сырный пельмень подожди вот у меня просто тот же вопрос типа какой именно любви типа он подкатывает джо они мои в этом плане я жду мемов тогда любви и творца любви и творения к творцу родственной любви вряд ли романтической любви точно нет да точно даты вы посмотрите на лицо этого пельменя он точно именно романтической любви ждет поеду в лопу надо покушать пельменя с пастой а я бы сырного пельменя советовал отведать вот судя потому что мы здесь видим да точно романтической не знаю ожидать от меня понимание любви все равно что он просить указать самые удаленные уголки вселенной помни пока любовь ведет себя ты на верном пути как говорит мудрый и почтенный сырный пельмень любовь достойна на высшие хвалы так а можно поговорить с пельмешим наедине у нас тут дело в зависимости от того согласится ли почтенный почтенный сырный пельмень согласен он не чует никакой угрозы учитывая то что я голодный нет вообще надо есть он бесстрашный окончательно и бесповоротно и увести его да нам же нужно его спрятать нам же сдать его нужно так так вон маленьких монстров можно бросить туда понятным даме привет шутишь ждите это урна эти то унитаз это ребят унитаз который стоит прямо в центре какой-то рабочей зоны стоит унитаз куда мы будем всяких песню перемешать сбрасывать ладно ок это так подожди да скажи честно ты же шутишь до особый прием да я думаю не шутят это односторонний проход с другой стороны он соединяется зоной хранения это безопасно там я выдали янцы не вместо же мэй сочувствую и я тебя если не понимаю он не сам столько гарантов сломал что брендо подождите нам получается бедного а мы молочко оставляем она добрая мы не будем спускать его унитаз а вот свои то а так ну да свои то творения я оставлю себе это же мои творения вот так ребят надо бы сделать небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим